Творческая часть будет предлагать тебе варианты. Каждый раз, когда ты будешь получать вариант, который тебе подходит, давай мне сигнал «Да». И вот что, согласен. Мы предполагаем, что творческая часть начала там продуцировать варианты. Как этот процесс происходит на подсознанном уровне? Да там все равно, что там происходит. Мы не отвечаем за это на уровне сознания. Понятно? Мы просто запустили этот процесс. Мы организовали шаги так, что этот процесс пошел. Все. Я там активизировал свой, ну, например, яркой творческой части. И сижу, 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 сижу. И вдруг такое, опа, какое-то возникло ощущение. Спасибо. Сам для себя считаю. Раз. То есть как минимум один я уже получил. Опять сигнал, сижу, сижу. Опять сигнал. Два. Три. Я могу там набрать три, могу пять набрать. Не важно. То есть, сознательно вы можете не представлять себе вообще еще речь идет. Какие там новые альтернативы. Это понятно, да? Отмечайте просто сигнал там. Каждый раз. Вы же сознательно. Но не сразу загоявить, да, тогда получается? Нет. Здесь не обязательно. Вы можете просто обратиться к творческой части. Например, вот я могу активизировать творческую часть. Я могу просто войти в то состояние, когда я был там классным, каким-то творческим и так далее. Обратиться к творческой части и сказать ей, пожалуйста, сейчас начинай предлагать вот той части вариант. Все. И я ее таким образом запустил. А этой части говорю, каждый раз, когда ты будешь встречать вариант, который тебе подходит, который еще более эффективен, давай мне сигнал «Да». Просто, чтобы я знал, каков результат. Мы что делаем? У нас очень много бессознательных процессов. Очень много. Каждый раз, если я вас спрошу, в каком вас сейчас там с уровнем сахара в крови? Что сейчас там выплескивает поджелудочная железа? Достаточно ли инсулина вышло в крови для того, чтобы погасить институток сахара? Очень сложно, да? Но зато совершенно четко вы остановите результат. Если вы спросите людей, которые в этом разбираются, кто из больных георгий, он скажет «Оба, сахара пройдет». И говорят «Оба, сейчас, сейчас нормальненько». Никогда не ошибется. Он не знает, как это происходит, но он совершенно точно в сознании запускает результат. Это понятно? Да? Точно так же, как когда идет, например, ну я не знаю, там тонус капилляров. Вы не знаете, как там меняется тонус капилляров, но зато если спросить, то скажите «Да нет, что-то оно не холодное, мне, наверное, как-то спасло такое вот там». Или что-то у меня бухает, но давление, наверное, повысилось. Это я ничем не смотрю, скажу «Помогай». То есть мы сознательно получаем результат, а сам процесс, он сознанию не нужен. Зачем он? Мы будем ставить информацию. Лишнюю информацию. Это понятно, как там более-менее дополнительный? Да? Угу. Итак, здесь сигнал «Да нет». Мы получили три «Да». Угу. И наступает «Да». И наступает «Да». И наступает пятый шаг. Очень хитрый пятый шаг, когда мы спрашиваем часть, которая ответственна за поведение «Х». Готова ли она? Она же выбрала уже какие-то варианты поведения. Мы спрашиваем, готова ли она взять на себя ответственность за использование новых вариантов поведения в необходимых контекстах. Понятно? Фактически мы просим взять её на себя ответственность за использование новых вариантов поведения. Потому что может понравиться, когда понравится, но отвечать ни за что не хочу.